В ближайшие 10 лет правительство потратит 22 триллиона рублей на переоснащение российской армии. В рамках программы вооружения планируются масштабные закупки. Т-50 дешевле, легче, быстрее. Российский истребитель пятого поколения Т-50, он же перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Единственный конкурент американского F-22 Raptor на мировом рынке. На 30% дешевле, на 2 тонны легче, быстрее Raptor. Т-50 преодолевает 4300 километров без дозабравки. F-22 уже на отметке 2500 километров потребуется подвесной топливный бак. Т-50 взлетает практически с места. Длина разбега российского истребителя 350 метров. F-22 нужно 915 метров. Российский сверхманевренный истребитель Су-35С. Во время киберучений Су-35 на глазах у американских генералов сбил свой аналог F-35. Максимальная скорость Су-35С 2500 километров в час, а у самолетов F-35А 1700. Су-35С пролетает 3600 километров. А F-35А 2200. Су-35С несет по ракете на каждой подвеске и может сбить до 12 самолетов противника за один вылет. За пять вылетов Су-35С выпускает 60 ракет. Многоцелевой российский истребитель МиГ-35. Новый радар «ЖУК-А» обнаруживает цели на дальности 250 километров. Прицельные системы пятого поколения — это второе зрение МиГ-35. Самолет одновременно сопровождает 30 целей и атакует 8 из них. Боевое крещение фронтового бомбардировщика Су-34. В 2008 году у России был всего один такой самолет. Су-34 — герой военного конфликта с Грузией на территории Южной Осетии. Ющенко по дешевке продал Саакашвили зенитный ракетный комплекс «БУК-М-1» и мощный радар 36Д6. Радар засекал российские самолеты, а «БУК» стрелял по ним. Су-34 создал помехи «БУКу», а на третий день войны поразил 36Д6 и отключил грузинскую ПВО. Вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» также известен как «Летающий танк» — главный ударный вертолет российской армии. Ми-28Н «Ми-28Н» оснащен танковой пушкой 2А-42. Ее скорострельность — до 800 выстрелов в минуту. Для сравнения, у американского вертолета DH-64 «Апач» — лишь 625 выстрелов в минуту. Ми-28 зависает над целью на предельно малой высоте — до 5 метров. С расстояния 1500 метров вертолет пробивает 15-мм броню. Российский боевой вертолет К-52 «Аллигатор». Командирская машина армейской авиации и морской пехоты. К-52 — это двухместная модификация легендарного вертолета К-50 «Черная акула». К-52 командует группой боевых вертолетов Ми-28Н. К-52 выполняет уникальную фигуру высшего пилотажа — воронку. Машина кружится над целью и непрерывно ее обстреливает. Бортовой ракетный комплекс вертолета «Система ВИХОТ» способна за 3 минуты поразить до 12 танков. Воздушные цели К-52 поражает самонаводящимися ракетами Р-73. Бронетехнику К-52 обстреливает из танковой пушки 2А-42, такой же, как у Ми-28Н. Проект «Борей» — ракетные подводные крейсеры стратегического назначения. До 2020 года военные заводы поставят для армии 8 таких подлодок. Одна уже готова. На Юрии Долгоруком испытывается новая ракета «Булава». Ядерный реактор нового поколения позволяет лодке погружаться на глубину 480 метров. Подлодка проводит в автономном плавании 3 месяца. По сравнению с лодками предыдущих поколений она практически бесшумна. «Булава» — новейшая твердотопливная баллистическая ракета для подлодок проекта «Борей». 1 июля Минобороны заявило, что «Булава» готова к серийному производству. Командование в любой момент может поменять траекторию полета блоков. Ракета преодолевает любую перспективную систему ПРО. Из российских вод «Булава» долетит до любой точки на территории США или Китая. До 2020 года российский флот получит 6 многоцелевых корветов типа «Стерегущий». Стоимость одного корвета — 10 миллиардов рублей. Корвет торпедирует подводные лодки, атакует корабли ракетами, стреляет по берегу из артиллерийских установок. Зенитный ракетный комплекс «Кортик-М» сбивает воздушные цели. «Стерегущий» — компактный корвет, но у него на палубе помещается вертолет. До 2020 года в войска заступят 56 дивизионов, оснащенных С-400 — зенитной ракетной системой нового поколения. С-400 развертывается всего за 5 минут. За 4 минуты С-400 поражает 36 целей. С-400 сбивает даже ядерные боеголовки. Система обнаруживает самолеты-невидимки противника. До 2020 года армия сформировалась. 10 брикад оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Главный аргумент России в споре вокруг американской ПРО в Европе. Расстояние от Ленинграда до Варшавы — 280 километров. Дальность действия «Искандера» — 500 километров. Ракета со скоростью 2100 метров в секунду долетит до Варшавы за 2 минуты. За это время морпех НАТО даже не успеет почистить зубы. Ту-160 — самый мощный и тяжелый боевой самолет в мире. Главный бомбардировщик-ракетоносец российских ПВС. Ту-160 пролетает без дозаправки треть экватора — 14 тысяч километров. Несет до 40 тонн вооружения. Долетает до Нью-Йорка за 3 часа. Одна его бомба тяжелее легкового автомобиля. Основной боевой танк Т-90. Гордость российской оборонки. Летающий танк преодолевает любые преграды. Форсирует реки, прыгает через рвы, взбирается по стенам. Т-90 — подбивает немецкий танк «Леопард» на дальности 2,5 километра. Межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» с разделяющейся головной частью. Новый ядерный щит России. В марте первый полк в составе двух ракетных дивизионов заступил на боевое дежурство в Ивановской области. Дальность действия «Ярса» — 12 тысяч километров. В одной ракете — 4 блока, мощностью 300 килотонн. «Ярс» постоянно перемещается по стране и потому неуловим для спутников. Боевые блоки невозможно распознать в облаке ложных целей. Взрыв «Ярса» сопоставим с 67-ю атаками США на Хиросиму. Одна РС-24 может уничтожить три Лос-Анджелеса сразу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин